Солнце. Приходит рассвет, и мир вступает в новый день. В норах, колониях и на ветвях просыпаются животные, чтобы приветствовать восход солнца и приступить к своим повседневным делам. В Тихом океане каждый день происходит миграция. Из темных глубин к свету, из открытого моря к укромным рифам и обратно. А на многочисленных островах ведется ежедневная борьба за еду, жизнь и любовь. От рассвета до заката. Тихоокеанские острова. Волнение в океане. Тихой сентябрьской ночью, за несколько часов до рассвета, Тихий океан спокоен и безмятежен. Но вокруг многочисленных островов жизнь бьет ключом. Под водой кружат рифовые акулы. Ночью они на рифах главные. Кажется, добычи тут нет. Но рифовые акулы знают, где прячется рыба. Акулы собираются в стаи и сообща атакуют каждую расселену до самого утра. Но стоит кому-то поймать рыбу. Как сразу, каждый за себя. Ночь над этим Тихоокеанским рифом стремится к завершению. Как и охота. Рифовые акулы заслужили отдых. Им не обязательно плыть, чтобы вода циркулировала сквозь жабры. Поэтому большую часть дня они таятся в безопасных пещерах. Теперь наступает очередь более крупных хищников, таких как тигровые акулы. И они бы с удовольствием съели рифовую акулу на завтрак. Жизнь в Тихом океане концентрируется вокруг крошечных островов Полинезии и Индонезийского архипелага, отделяющего Полинезию от Индийского океана. Хотя рассвет достиг востока, на западном краю Тихого океана еще темно. В Национальном парке Комода самец зеленой черепахи наслаждается последними мгновениями сна. Удобно разместившись между двух камней, он использует вдвое меньше кислорода. А вот самка усердно трудится. Чтобы попасть сюда, она проделала путь в сотни километров. Но самое сложное еще впереди. Эти рептилии дышат воздухом, поэтому и яйца откладывают на берегу. Иначе детенышам черепахи нечем будет дышать внутри скорлупы. А значит, мамочкам нужно дотащить свое двухсоткилограммовое тело до точки, куда не доберется прилив. Она сама родилась на этом берегу. И поэтому знает, что откладывать тут яйца безопасно. На самом деле, все зависит от удачи. Самка выкапывает своими ластами яму глубиной в метр. И наполняет ее примерно сотней яиц. Выживут немногие. Большинство ее потомства станет жертвой расхитителей гнезд и других хищников. Мать сделала все, что могла. Она возвращается в море почти без сил. Но ее старания тускнеют по сравнению с тем, что вот-вот случится в море. В любую минуту может начаться крупнейшая миграция в мире. Так происходит при каждом рассвете. Под покровом темноты миллиарды крошечных существ поднимаются из глубин ближе к поверхности. Это зоопланктон. Целое сборище мальков рыбы, ракообразных и простейших микроорганизмов. Вместе они весят больше, чем мировая популяция гну, зебр и карибу. С приближением рассвета они меняют направление и вновь погружаются в относительную безопасность глубинных темных вод. Те же, кого застанет рассвет, становятся легкой добычей. Китовая акула отхватывает плотный кусок планктона, не успевшего скрыться в глубине. Большая удача для самой крупной рыбы в мире. Обычно, чтобы получить такое количество пищи, ей приходится отфильтровывать тысячи литров воды. Она пропускает густой планктонный суп через жаберные прорези, а жаберные тычинки собирают крошечную добычу. Но для поддержания своего крупного тела акуле приходится питаться почти беспрерывно. Покончив с легкой закуской, она отправляется в погоню за ускользающими микроорганизмами. В планктонной массе плавает множество рыбных личинок. И вскоре их станет еще больше. В крошечной тихоокеанской стране Палао утро полнолуния это сигнал. Мы не можем его уловить, а вот красный луциан вполне. Тут собираются тысячи обычно одиночных рыб. Со всех уголков рифа они приплывают на это место и ждут. Когда условия становятся подходящими, они выплывают из-за укрытия и растворяются среди синевой. Но группа голодных акул без труда их замечает. Луциана рискуют жизнью ради возможности дать жизнь новому поколению. Самые сильные прокладывают путь в начало стаи, чтобы занять лучшее положение и, когда самки выпустят икринки, оплодотворить их. Течение уносят оплодотворенные икринки прочь от рифа. Они будут развиваться среди относительно безопасной планктонной массы. Многие погибнут, но другие вырастут, отыщут рифы и вновь продолжат цикл жизни. На рифе в Новой Гвинее одно из самых загадочных существ Тихого океана рыщет в поисках позднего перекуса, пока не стало слишком светло. Это Наутилус Помпилиус, примитивный родич осьминога и кальмара. Сенсорные щупики возле глаз ведут его на запах падали, которую он хватает при помощи 90 волнистых щупалец. Но рассветное солнце гонят Наутилуса прочь. Хотя его глаза являются по сути камерами с точечной диафрагмой, они помогают ему понять, когда лучше спрятаться от хищников с более острым зрением. в его раковине несколько наполненных газом камер плавучести. Тело Наутилуса находится в первой из них. Остальные же он наполняет водой, чтобы опуститься на глубину, словно подлодка. Затем он ищет безопасную щель в камне. Теперь можно отдохнуть, снова наполняя камеры газом, который выделяется из крови. К закату он восстановит свою плавучесть. А расположенные неподалеку рифы Раджа-Ампат, омытые утренним солнцем, напротив оживают. Множество мелких рыб пережили ночь, прячась в трещинах или среди актиний. Утром начинается гонка за едой. Накатывающие на риф волны поднимают планктон к поверхности. Тут слишком мелко, а течение слишком сильное, чтобы планктон мог опуститься на безопасную глубину. Стаи мелкой рыбы гоняются за планктоном, который принесло течением. А может быть они пытаются спастись от других охотников? Азиатские мубулы – младшие братья скатов манта. Обычно они тоже едят планктон. Но они не откажутся и от мелкой рыбешки, которую можно заглотить целиком. Затем прибывает серьезная сила. Скаты манта приплывают на риф только днем. Чем они занимаются ночами – неизвестно. Возможно, эта самка уже питалась планктоном в открытом море. Но она все еще голодна. Благодаря маневренности она всегда там, где планктоновая масса наиболее густая. Сегодня она первая из своего вида прибыла сюда. Но ее сородичи уже на подходе. Поразительное биоразнообразие Индонезии не ограничивается лишь шрифами. Во время отлива даже на приливных отмелях появляются яркие краски. Из своих нор выползают крабы-скрипачи. Только на этой отмеле их восемь видов. Они танцуют под ритмы двух разных барабанов. Цикла дня и ночи и цикла приливов и отливов. Утренний отлив пик их активности. Они гораздо лучше дышат на воздухе, чем в воде. поэтому и спешат сделать как можно больше до возвращения прилива. Например, расчистить свои норы разрушенной водой. Как только с делами покончено, они принимаются отфильтровывать от грязи питательный детрит. После себя они оставляют шарики несъедобного песка. У самок есть существенное преимущество. у них две клешни для питания. Из-за того, что самки предпочитают самцов с огромными клешнями, самцы и стали развиваться столь непропорционально. Самцы тратят много сил, размахивая клешнёй издалека. Каждый старается, чтобы его заметили первым. Хотя самцы и играют на скрипке, но мелодию заказывают дамы. Но чаще всего они привлекают лишь внимание другого самца. Если ни один не отступает, остается одно. битва на клешнях. За хорошую нору можно и побороться. Тем более на виду у самки. Но ее, похоже, больше интересует еда. Прости, приятель. Может, повезет в следующий отлив. Если есть более простые способы привлечь пару, то на островах Амами, недалеко от Японии, о них и не слышали. Именно сегодня этот маленький колючий Аратрон завершает свой шедевр. Он трудился над ним целую неделю, начиная с Центрального Кольца и продвигаясь по радиальным бороздам и хребтам. Это покажет его в лучшем свете. Аратрон единственная известная нам рыба, создающая столь изящные любовные гнездышки. Его цель как можно сильнее впечатлить самку. При помощи плавников он прокапывает заключительный проход и завершает все таликой декора. Кто устоит перед такой красотой? Вероятно, вскоре сюда явится любительница искусства, ведь его творения требуют постоянной заботы и защиты. гнездышки. Но что если бесцеремонный Карангс разрушит шедевр до того, как все им насладятся? Нет, об этом лучше и не думать. Тысячах километров к югу тасманские олуши строят высокофункциональные гнезда. к середине утра в гнездах остается лишь по одному партнеру. Второй же улетает за рыбой для своих отпрысков. В прошлом моряки употребляли олуши в пищу и почти истребили их. Теперь эти птицы водятся лишь на изолированных островах, таких как острова архипелага Кермадок. Эти острова вулканические конусы, вздымающиеся с океанского дна. Они украшены кораллами, а их воды полны морской жизнью. Это привлекает сюда и олушей, и огромные стаи галапагостских акул. Но они не представляют угрозы для самых крупных посетителей острова. Самка горбатого кита со своим отпрыском все утро играют в укрытом золиме. Они прибыли на острова пять дней назад, чтобы отдохнуть и отдышаться. Они уже проплыли тысячи километров своего миграционного пути. Мать ничего не ела с тех пор, как три месяца назад покинула Антарктику. За это время она доплыла до тропиков, родила и выкормила малыша. Весь этот период выживая благодаря жировым запасам, отложенным прошлым летом в Антарктике. Ее малыш растет, а она уменьшается. Но самая сложная часть пути еще впереди. Лишь через пять тысяч километров она сможет поживиться питательным крилем в течение долгого полярного дня. К сожалению, другой детеныш кита не был готов к такому пути. Возможно, он не выдержал нагрузки. Теперь его запасы жира стали кормом для голопогосских акул. но они не могли нанести столь крупные укусы. Тогда кто же это сделал? Возвращается большая белая акула. Возможно, она его и убила, а может быть, просто нашла его останки. Невероятные усилия мамы этого китенка ушли в пустую. Она продолжит путь в одиночку. Пока один гигант полагается на запасы жира, другой вынужден постоянно питаться. На рифах Раджа-Ампат полдень, самый насыщенный период дня для скатов манта. Все утро сюда прибывали новые особи, и теперь их число достигло максимума. Причины их сборов, как и многое другое, остаются неизвестными. Но, находясь здесь, они предаются излюбленному делу, очищаются. Салоны открыты, и на каждого клиента найдется по-рыбе чистильщику. Для этого платокса особенно важны жабры. И даже пугающим маренам нужно чистить острые зубы. не говоря уже о таких неряхах, как черепахи бисы. Скат и манта собираются в очередь, ожидая чистки. этот самец обращается за услугами к рыбе, которая специализируется на устранении паразитов и мертвой кожи. Скат манта зависает в потоке воды, открывая те части тела, которые особенно нуждаются в чистке. Крылья, жабры и пасть. После полудня загадочные скаты манта вновь удаляются в глубинные воды. В Палау полуденное солнце – сигнал к перемене. Известняковые острова – это останки древних коралловых рифов. В них множество расселин, которые соединяют островные озера с морем. У золотых медуз, тысячи поколений, которых прожили в этом озере, выработалось уникальное поведение. Все они начали свой день на западном краю озера. Медузы рады были бы побыть в одиночестве. Но все они живут в одном озере и у всех один план следовать за солнцем. Две трети энергии они получают из фотосинтезирующих водорослей, живущих внутри их тела. медузы вращаются, равномерно подставляя водоросли солнцу. Взамен водоросли впрыскивают еду прямо в ткани хозяина. К полудню миллионы медуз достигают середины озера. Большинство здесь и остается. На восточной стороне обитают актинии, поедающие медуз. Смельчаки, рискнувшие сунуться туда, обычно не возвращаются. Скопление медуз разворачивается и следует за заходящим солнцем обратно на запад. Это значит, что завтра они повторят тот же цикл. Недалеко от Японии мысли колючего Аратрона заняты продолжением жизни. Он устранил ущерб, нанесенный его шедевру косяком желтоперых карангсов. Настоящее произведение искусства. И днем кое-кто хочет на него взглянуть. Это самка, раздухшаяся от икры. Она готова внести вклад в будущее поколение. Она осматривает творение самца. Его шедевр не только прекрасен, но и практичен. В какую бы сторону ни шло течение, песок по бороздкам собирается в центре. Это один из критериев, по которым самка оценивает его работу, и самец делает все, чтобы ее восхитить. одобрение получено. Они немного любезничают, самка откладывает икру в самый центр узора. И на этом ее участие завершается. Маленький самец остается сторожить кладку. Повсюду рыщут расхитители икры. И некоторые из них хорошо замаскированы. Пока папаша разбирается с одним из нарушителей, другой проникает через черный ход. Благодаря искусной маскировке Камбала подбирается гораздо ближе. Почти до главного святилища. Но нет. у отца сверх чутье на нарушителей. Он расстраивает планы врага снова и снова и снова. камбала будто сказочный злодей раз за разом возвращается. Но отец всегда приходит потомству на помощь. Бедняге предстоит держать оборону шесть дней, пока не вылупятся мальки. У тасманских олушей иная стратегия. Сначала у их птенца был младший брат. Но первенец вытолкнул его из гнезда. И тот стал пищей для рыб у основания утеса. мать и отец не вмешиваются в противостояние детей. Зато выживший птенец получает великолепное воспитание. А в заливе горбатые киты спешат на дневное собрание. К архипелагу Кермадок прибыло еще больше китов. Теперь самцы могут затянуть песнь. Они поют часами. Узнавая друг от друга новые фразы и унося их домой. В 2019 году ученые, изучающие песни китов, открыли, что самые прилипчивые распевки распространились по западной части Тихого океана всего за два года. После трех дней отдыха и общения самка горбатого кита и ее малыш готовы продолжить свой путь. Они покидают защищенный залив и отправляются в открытое море. Следующая остановка – обеденный перерыв Антарктики через два месяца. комод комодские вараны умелые пловцы, они предпочитают сидеть дома, а не исследовать. На тропических островах национального парка Комодо у них есть все необходимое. Трехметровые взрослые особи провели полдня, лежа в тени и прохладе. Днем же они направляются на пляж. Вода освежает, но они пришли сюда не за этим. они в поисках пищи. Они пробуют воздух на вкус. В сухой сезон добычи мало, но кто знает, чем сегодня поделится щедрое море. Целая черепаха, не очень свежая, но у варанов крепкие желудки. где-то еще осталось хорошее мясо. Но почему так сложно достать последние кусочки? Отлично. А что на десерт? десерт? Но не всем достается бесплатная еда из океана. Быстро надвигаются сумерки, а некоторым из подводных жителей парка все еще нужно поймать добычу старым способом. К сожалению, удильщики двигаются не слишком быстро. Они нападают из засады, скрываясь на самом видном месте. Их трюк прост. Притворись кем-то безобидным и не двигайся. Я камень. я просто старая морская губка. Жертва ничего не подозревает. А вот удильщик внимательно за ней следит. Я просто губка. А теперь уже нет. Я быстрый. Когда мне это нужно? Завершают поиски пищи каракатицы. Сверхумные родичи наутилуса. В отличие от крошечных глаз наутилуса, у широких каракатиц идеально обработанные линзы. они они также обладают поляризированным зрением и зрачками в виде буквы Ш, которые улучшают контраст. Это помогает при дневной охоте. Поэтому ей стоит поспешить. Крабы пытаются стать незаметными, но им это редко удается. Но порой каракатице похоже нравится забавляться с жертвой. Вместо того, чтобы подобраться незаметно, она мерцает. Кажется, световой шоу загипнотизировала краба. Пораженный краб становится ужином. Когда солнце начинает клониться к горизонту, подводный мир первым погружается во мрак. тающий свет предупреждает существ, которые используют зрение, чтобы охотиться и прятаться, о том, что пора завершать день. Но сегодня ночные развлечения начинаются рано. самки мандаринок собираются на камнях. Они приплыли сюда, чтобы полюбоваться на шоу более крупных самцов. сегодня удачу решили попытать два ухажера. Это грозит неприятностями. Начинают они с запугивания. оно не срабатывает и начинается схватка. Проигравший сдается и спешит укрыться в трещине. Победитель приглашает даму на танец. Он высоко поднимает ее на брюшном плавнике в тесных объятиях, в то время как они синхронно выпускают икру и семя. Благодаря тому, что сейчас закат, им удается избежать охотников, наводняющих риф днем, и дать своим отпрыскам шанс попасть в планктон в планктонный суп. На рифах вновь наступает время акул. Ковровые акулы подыскивают места для ночной засады. Появляется и другой странно передвигающийся хищник. Это акула. Выглядят эти акулы примитивно, но, по мнению ученых, азиатские кошачьи акулы – самый недавно эволюционировавший вид акул. Она осматривает каждую нишу и расщелину этой сложной полосы препятствий. Ее интересуют крабы, мелкая рыба и черви, живущие на морском дне. от ее электрорецепторов и острого обоняния не скрыться даже в песке. Червя она съедает, песок выдувает и идет дальше на поиски жертвы. над морем тоже опускается мрак. В джунглях филиппин к охоте готовится еще один уникальный хищник. это долгопят единственный исключительно платоядный примат в мире и один из самых мелких его вес всего около 160 граммов. он ждет ночи времени, когда его добыча особенно активна. Вот для чего ему огромные вперед смотрящие глаза по размеру превышающие его мозг. пора искать пищу, избегая при этом встречи с ночными охотниками. Долгопят часто замирает, прислушиваясь и присматриваясь к добыче. но в лесу есть и другие безмолвные убийцы. Мангровая змея может представлять угрозу. Но остроглазый долгопят быстро замечает опасность. Он перепрыгивает на три метра на дерево и снова возвращается к своей главной задаче. Долгопят не только прекрасно видит, но и слышит свою жертву. его уши поворачиваются независимо, определяя расположение жертвы. Вот она. Ничего не подозревающая еда. Теперь и глаза фокусируются на цели. на стороне безмолвного долгопята элемент неожиданности. Он продолжит свои акробатические трюки до рассвета. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА День на Тихом океане ни с чем не сравнить. Проходя по небосводу, солнце подпитывает схватки на берегу, страсти на мелководье и постоянное волнение в океане. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА